Девушки отдыхают 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 С ростом заработной платы увеличилась и рабочая нагрузка на учителей Средняя нагрузка в неделю составляет 26 учебных часов при норме в 18 Так в Череповце 66% педагогов работают более чем на одну ставку При этом большая часть 65% полагают что их заработная плата не является справедливой по отношению к трудовому вкладу Кроме того, исследование показало, что стимулирует 63% преподавателей считает, что с переходом образования в сферу потребительских услуг его качество ухудшилось 77% опрошенных не хотят, чтобы их дети повторяли путь родителей и становились школьными учителями Но сами опрошенные в большинстве своем, это почти 60%, не хотят менять работу на другую, не связанную с образованием Илья Семенович Рудницкий, Боря Точно, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, Борис Все там же живете, все там же работаете Да, Боря, а что значит сия машина? А это значит, что к ценным кадрам в нашем департаменте относятся лучше, чем у вас Мне, например, обидно, что такой человек, как вы, распыляет себя в средней школе Вас можно использовать с гораздо более высоким КПД Чем-чем? КПД А, коэффициент полезного действия Я разговаривала с ребенком Конечно, престиж учителя никакой У детей или у родителей? Или вообще в обществе? В обществе В обществе Ребенок что сказал? Учитель находится на самом дне социальной лестницы И как он может говорить нам о, допустим, культуре О том, как стать успешным в жизни Если он сам заработает на достойную свою жизнь, не может Это мнение выпускника Причем, это не он один То есть, кого мы будем слушать? Человек, который был успешным, зарабатывает хорошие деньги Имеет там, ну, какие-то материальные блага, да? Или человек, который живет на мизерную зарплату От зарплаты, от зарплаты И думает, как выкроить на туфли, на новые, на кусок хлеба Не говоря о том, чтобы куда-то съездить Говорит, мы, конечно, будем слушать Те, кто зарабатывает большие деньги Жаль, только жизнь одна Было у меня их три Три в зарплату получал бы Набирайся уму! Давайте скажем честно Да, есть повышение заработной платы Оно есть Вот за счет чего оно достигается? Не за счет того, что фонды оплаты труда увеличиваются Она повышение достигает за счет увеличения нагрузок на педагогов И вот этой пресловутой оптимизации Которая опять же к ведет еще большему увеличению нагрузки Вот о каком качестве образования в таких условиях можно говорить? Вот центр отдал все на регионы Вот приводит к таким, знаете, колоссальным перекосам Я, например, не понимаю, чем наш педагог, чей подцесс живущий Отличается от педагога, который в городе Москва, например, да? Кроме зарплаты, да? На Камчатке, ну кроме зарплаты В принципе, он делает ту же работу И зачастую, ну не хуже он ее делает Если у нас ставка 350, в Москве там это больше 10 тысяч И разница колоссальная Я всегда говорю, я не понимаю, на что за удельные княжества? Вот есть единая страна, Российская Федерация Педагог, требования к нему одинаковые То есть он участвует в государственной итоговой аттестации Теперь они все работают в соответствии с федеральными, опять же, государственными стандартами А оценка их труда проводится, знаете, ну вот у кого на сколько денег и совести хватит получается Если и проблемы везде возникают, где есть проблемы с региональным бюджетом Но еще есть специфика своеобразного отношения власти к образованию Вот там, где не на словах, а на деле Есть должная оценка образования и его значимости Вот там, да, есть какие-то подвижки Но проблемы, они идут по всей стране Вот наше предложение, мы давно уже над этим работаем О том, что все-таки базовые ставки должен устанавливать центр А вот здесь, а дальше должен быть какой-то региональный коэффициент Который будет регулировать вот эту зависимость заработной платы от региона и стоимости жизни Но подход первоначальный должен быть единый Должны быть одинаковые коэффициенты Потому что это все по-разному Вот у нас есть стажевые выплаты В каких-то регионах их нет При этом, вы знаете, я долго думала Ну всегда же, знаете, за полушкой там и телушка лучше Мне казалось, что вот у нас так все плохо-плохо В декабре мы были на съезде в Москве И общались с педагогами из разных регионов Я с удовольствием для себя узнала, что у них еще хуже, чем у нас Вот То есть эта проблема-то, она не только в Вологодской области Она вообще системный характер носит Вот то, что касается зарплат И наш мининг, который вот 19-го числа прошел в апреле, да Многотысячный, он же был заявлен как за доступное и качественное образование Потому что не надо думать, что педагогам все равно и не все равно Они страдают от этого Они не хотят работать некачественно А работать им получается некогда Потому что вал отчетности Бессмысленной бумажной работы Которую они вынуждены делать Вот депеши, если зайти к любому директору школы, например, детского сада И посмотреть, сколько за день он получит всяких директив Требования сдать отчетности, каких-то предоставить документов Которые вообще, иной раз никакого смысла не имеют вообще То есть мы выплескиваем ребенка в этом бумажном потоке Возникает обоснованное подозрение, что те достижения нашего образования Которыми так гордится в том числе и наш губернатор Следствие самоотверженности педагогов Которые очень часто действуют не благодаря нашей образовательной системе А очень часто либо параллельно ей, либо даже вопреки Вот этот федеральный стандарт мы фактически с моей напарницей Назаром Светланом Леонидовым ввели еще в 1994 году Придумав свою авторскую программу Невзирая на трудности Все педагоги, которые подготовили победителей и призеров Всероссийских Олимпиад Будут награждены сертификатами и денежными премиями Победители 200 тысяч рублей А те, кто подготовил призеров, 100 тысяч рублей А многие с позиций нынешнего нашего всеобщего и потребительского материализма Называют этих людей блаженными Они продолжают делать дело своей жизни Но и силы их небеспредельны, и ряды рядеют И на вопрос, дает ли сегодня школа запас знаний, навыков, необходимых человеку для жизни Отвечают примерно так Что нужно для жизни? Во-первых, нужны умения общаться, прежде всего Второе, нужны знания И в третьем, навыки Давайте начнем От общения На сегодняшний день процессу воспитания уделяется минимум внимания Второй момент Содержание образования На сегодняшний день в ГОСы Подразумевают о том, что некоторые вещи совсем не обязательно учить и знать Вот, например, как таблицу умножения Я глаза открыла Что мы раньше учили, отвечали на отметку Это не обязательно То есть ребенок в процессе обучения должен ее как-то запомнить Формулировка теории Не обязательно Вывод формулы не обязательно Понимаете? То есть мы придем к чему? В тем, что ознакомление По очень многим вопросам Я смотрела как-то последнее известие Международная олимпиада по математике Наши не заняли там призовое место Как это первая ласточка Потому что на сегодняшний день По естественно научному циклу часы сокращены Как можно сокращать математику, физику, географию, биологию, химию? Объясните, пожалуйста Если мы говорим о том, что нефть Газ мы поставляем сырьем А по идее мы должны поставлять продукцию, которая имеет большую цену Уважаемые коллеги Радуют нас и успехи вологодских школьников Так, средний балл по ЕГЭ по русскому языку Укусников школ достиг 70,6 баллов Это лучший результат Среди регионов Северо-западного федерального округа Но невзирая на эти Великолепные показатели По математике Средний балл по ЕГЭ Ниже достигнутого уровня прошлого года Причины вы знаете и понимаете Поэтому попрошу департамент образования Уделить внимание развитию точных наук Потому что нам, нашему региону Рудохозяйственному комплексу, нашей экономике Все больше и больше требуются инженерные специальности Работники с инженерными специальностями То тот невежа, который допустил аварию Я бы таких снова гнал в первый класс Азы химии не знают Чем мы идем в Новый год? Вы знаете, как Новый год, как праздник Новый учебный год Весь ужас в том, для меня, например Как лидера профсоюзной организации В том, что в Новый учебный год Мы идем со старыми проблемами И с новыми негативными и тревожными ожиданиями Я сейчас поясню Вот первая проблема Которая не решается на протяжении ряда лет Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что она будет решена Это достаточное финансирование образовательных учреждений Ну, всем известно, что у нас в стране произошел Вот такой своеобразный переход от централизации К разграничению полномочий Между центром и регионами То есть, вот То, что касается образования Очень много отдано на регионы При этом одновременно шел другой процесс О котором тоже все знают Это централизация финансовых ресурсов То есть, получилось, что у нас Шло и идет И, наверное, будет идти Изъятие средств В том числе из муниципалитетов Из регионов И при этом складывается очень интересная ситуация Вот центр Отдал право Обязательства в регионы Одномоментно забрал деньги При этом С федерального уровня Идет все больше всяких новшеств В том числе по образованию По здравоохранению Которые требуют определенной финансовой поддержки У регионов денег нет, получается И вот многие, кстати Я об этом не первый раз говорю Очень многие имеют такое ошибочное мнение Что в любой кризис лучше всех бюджетникам То есть, стабильная зарплата Ну, хоть какая-то Сохраненное рабочее место желающих нет Но на самом деле В любой кризис бюджетники страдают в первую очередь Потому что, когда начинается уменьшение бюджета Режут по кому? Режут по бюджетникам И вот у нас все чиновники всех уровней Региональных, федеральных, муниципальных Они очень любят показывать такой круг Вот этот бюджет И вот там огромная часть Большую часть занимающая Это бюджетники образовательные Вот мы так дорого обходимся государству Что, ну, возьмем немножко Никто не заметит К чему это все приводит? А приводит это к тому, что У нас идет недофинансирование Образовательных учреждений Начиная, например, от финансирования На техническую составляющую На ремонты На покупку учебников Школы финансируются Не по принципу потребностей А по принципу Вот у нас есть 100 рублей На них жилите Моим собеседникам Очень не нравится подход Когда на образование Смотрят как на гирю На ногах бюджета Они прекрасно помнят Тяжелые 90-е годы Когда страну удержали На краю пропасти И даже оттащили от нее Именно бюджетники Педагоги, врачи, инженеры Которые тогда работали Практически бесплатно Но им удалось сохранить Тот задел Который еще можно развивать И вообще, если мы хотим Построить государство Которым будем все гордиться Нужно вложиться в три вещи Капитально Это здравоохранение Ставлено на первое место Потому что жизнь первична Образование и культура И кто бы что Можно вводить какие угодно Там нанотехнологии Заниматься инженерным образованием На пустом месте Инженер тоже готовит педагог Но если мы вот это не поймем У нас, простите, ничего не получится А мы хотим, чтобы получилось Дети хорошие Хорошие Они, конечно, отличаются От тех, которые, например, были Дет 10-15 назад Они отличаются Не лучше, не хуже Они просто другие А в чем у них Они иначе мыслят Они Интересы другие у них Возможности другие у них Уже по отношению, допустим Ребята, которые были несколько Допустим, времени назад Но они интересные Интересно с ними работать Подвигают Подвигают На подвиги Иногда Учиться Это хотят? Ой Как раньше То есть были те, которые хотят учиться Есть те, которые Не хотят Высшее образование Высшее образование Хотят многие Возможно, это желание Родителей, которые Хотят воплотить через детей Свои какие-то Нереализационные планы Но большая часть детей Хотят получить высшее образование Я, например, за Почему? Даже если Он стоит на рабочем месте Он имеет высшее образование Он понимает, что он делает Если Говорят, что нужно делать так Он понимает, зачем это нужно так делать Почему ни шаг влево Ни шаг вправо То есть Когда есть понимание То есть Нет Усилия над Сущностью человека Да? То есть Давления нет Он осознанно Твою свободный выбор Делать именно так Итоги подводить, конечно же, рано То, о чем мы сегодня говорили с вами Это только самое начало Большого разговора Который, конечно же, должен быть продолжен Только всерьез Без парада и галочки Всего вам доброго Почему доллар растет А мы не даем ему расти Почему? У нас же все дороже становится Это правда Но не все А наш экспорт становится дешевле Ну я понимаю А это Плохая история Ну я понимаю А почему мы ему даем расти? Почему сказать Нет? Это Мы не регулируем его Нервничным способом Мы с тобой больше Диспутируем Можно его задержать Но когда не будет Распалимся Наши золотоволитные резервы И резервы правительства На наш случай На самом деле А для того, чтобы у нас Что-то все равно было Замешники И чтобы мы искусственно На этом делали Мы должны это Немножко открутить Оказывать небольшое влияние Что центральные банки делают Мы с тобой подисклинили На самом деле Надо изобрести Что-то такое Чего у нас Сычки А у них нет Тогда группы встали Сразу сюда Спасибо за субтитры